Приветствую, друзья! С вами Рушан Валеев, ваш персональный риэлтор Черногории. Итак, сегодня я начинаю свои регулярные прямые эфиры о Черногории на своем канале Instagram. Подключайтесь, присоединяйтесь к нашему эфиру. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто меня видит, слышат, чтобы у меня была какая-то обратная связь. Отлично. Итак, план сегодняшнего эфира – это краткий обзор регионов Черногории и ответ на ваши вопросы, которые вы задавали до этого в форме, либо сейчас зададите в период этого самого эфира. Итак, обзор регионов. Очень коротко. Прожив здесь почти 10 лет, я могу рассказывать о разных регионах страны, наверное, часами. Хотя, казалось бы, страна небольшая и расстояние между городами не более 20-80 км. Поэтому, где бы ни жили, можно легко доехать до любого города, до любой горнолыжки, либо до любого другого места, которое вам понравится здесь больше. Сам я работаю на Приморье. Приморье – это Ульсинская, Будванская, Барская и Бокопотовская ривьеры. Исторически россияне впервые появились в Черногории в 19-м году в Герцог-Нове. Это была первая волна белых мигрантов. Здесь до сих пор есть русская православная церковь с русским батюшкой. Рельеф местности в Герцог-Нове очень гористый, горы подступают очень близко, прямо к морю. Сами черногорцы называют этот город городом пресечиступенек. Здесь знаменитый городской ботанический сад с реликтовыми деревьями. Старый город, который живет как бы своей, как район города. Поблизости граница с Хорватией и Боснией. Рядом элитный жилой комплекс Порта Нови с очень развитой туристической инфраструктурой, мариной для супер-яхт, модными бутиками, ну и другими атрибутами роскошной жизни. На побережье все больше и одиночных достаточно высокозвездных проектов. Идем ниже – Котор и Тиват. В Которе порт, который принимает в основном туристические и круизные лайнеры. Достаточно большие, сам лично видел 11-полудный. Старая крепость, как визитная карточка этого города. С появлением жилого комплекса Порта Монтенегро со стоянкой для супер-яхт, стал развиваться город Тиват. А вокруг него также началось строительство нескольких престижных проектов. Инвестируют англичане, арабы, турки и азербайджанцы. И сегодня здесь отмечается небольшой рост в ценах. На открытии пятизвездного отеля «Риджинг» Порта Монтенегро, тогдашний премьер страны, заявил, что Черногория должна стать Монако на Адриатике. И действительно количество высокозвездных проектов на побережье, практически на всем побережье, увеличивается день до дня. Более подробный формат о Черногории вы всегда можете посмотреть на моем канале. Подписывайтесь, друзья, подписывайтесь. Также активно осваивается Будванская ривьера. Это более равнинное место. В городе очень плотная застройка, особенно ближе к морю. Участки на этой локации дорогие уже начинаются цены на саму землю. Благодаря своей равнинности сегодня активно осваивается и Барская ривьера. К тому же здесь находится единственный грузопассажирский порт страны. К тому же сюда вот уже два года приходят туристические круизные лайнеры по аналогии с Коттером. Это увеличивает туристический потоп регион. Ульцин знаменит в первую очередь своей 13-километровой великой пляжей. Самый престижный, самый протяженный черный пляж Черногории. Кварцевый песок именно черного цвета. Этот регион пользуется спросом у итальянцев, немцев и американцев. Россиян здесь пугает близость Алмании. Соответственно большое количество албанцев проживает и в самом регионе и низкий уровень жизни населения со всеми вытекающими посредствами. По мне так старая центральная часть улицы она больше напоминает маленький Стамбул. Это Приморье. Есть еще центральная часть страны. Здесь столица Подгорица. Подгорица располагается как бы в котловании, поэтому здесь жарко-душно летом и влажно-холодно зимой. Но при этом все крупные торговые центры, естественно, столица это здесь, администрации, бюрократии и прочие чиновники это здесь. Поэтому город пользуется у бизнесменов опять-таки своей близостью чиновников для решения каких-то своих коммерческих вопросов. Горные районы страны это горнолыжные курорты. Это в первую очередь Калашин и Жаблек. В последнее время в них вкладывается достаточно много денег. Более того, озвучена программа правительственная на пять лет, по которой предполагается порядка миллиарда евро инвестиций на развитие общей инфраструктуры, на реконструкцию трасс, подъемников, строительство новых отелей и общая инфраструктура всего региона. Поэтому эти регионы также достаточно интересны для инвесторов. Ну и остается целесохозяйственная область, это Грахова. Как и говорил в начале, это вот очень короткий обзор практически всей страны. Но даже из этого короткого рассказа вы обратили внимание, что у каждого региона есть свои какие-то особенности, свои достопримечательности, которые могут понравиться конкретно каждому из вас. О каждом регионе мы можем поговорить отдельно, задавайте свои вопросы, пометьте, что именно вам было бы интересно. Соответственно, давайте выделим какой-то день на отдельном регионах. Главное, вам нужно определиться с целью приобретения и с регионом. Тогда мы сможем подобрать вам лучшую недвижимость под ваши цели и под ваш бюджет. Более подробную информацию опять же смотрите на моей странице. Подписывайтесь. Интересные и полезные информации собраны также на моем сайте. Ссылку на сайт вы найдете в профиле, в шапке профиля в инстаграме. Так, давайте посмотрим, какие тут у нас скопились вопросы. Так, погода. Погода на Приморье достаточно ровная, то есть зимы мы здесь не видим. В январе это в районе 5-10 градусов тепла. Значит, летом, ну, примерно 30-35-40 градусов. Но при этом это не душно, это не изнурительно, поскольку, опять же, вот эта огромная масса морской воды, то есть она выравнивает температуру и достаточно комфортно и легко переносится. Так, значит, вот у вас еще был задан вопрос в этой форуме, которую я оставлял. Какой лучший вариант квартиры до 100 тысяч евро можно предложить? Друзья мои, это достаточно распространенный на сегодняшний день бюджет, с которым выходят покупатели. И в этом бюджете я могу вам предложить квартиры в Герцог-Нове, в Биеле, в Джиновиче, в Каминаре, в Петроваце, это на Будванской ривьере, в Баре. При этом квартиры довольно разноплановые. Есть с одной спальней, соответственно, это будет дешевле. И с двумя спальнями. Все квартиры с прекрасными видами, они уже меблированы, они готовы принять своих новых хозяев. У всех моих предложений нет проблем с документами, то есть они чистые в юридическом плане. Соответственно, у меня в планах показать, сделать вам трансляции непосредственно с объектов. Мы сможем их разобрать, что называется, по косточкам вживую, будучи на месте. Так, ну и распространенный вопрос, как обстоят дела с карантином. Друзья мои, я говорил, что не хотелось мыслить. В сухом остатке ситуация такая. Значит, на сегодняшний день 91 человек с подтвержденным диагнозом. Некоторые люди находятся в режиме самоизоляции, то есть у себя дома. Выделено помещение для карантина, значит, у тех, кто каким-то образом либо нарушает режим самоизоляции, либо вот подтвержден диагноз. Люди к введенным мерам относятся с пониманием, именно как к временным мерам. В какой-то панике и истерии нет. Без особой необходимости по улицам никто не выходит. Я вот, наверное, исключение, чтобы более интересным сделать для вас этот прямой эфир. А поэтому на улицах пустыны, вокруг вот тоже я нахожусь на пляже, достаточно, ну, скажем так. А большие общественные пляжи, они огорожены и вход в них запрещен. А там, где променадные дорожки, то есть они остались открытыми, но людей, в принципе, на них нет. Так, что-то еще. В Прыжно, значит, так, можно ли что-то приобрести за эту цену в Прыжно? В Прыжно тоже предложение есть, но, значит, понятно, что это будет квартира с меньшей площадью. То есть это можно присмотреть там, безусловно. Так, расскажите про разнообразие пляжей. Значит, ну, пляжи, разнообразие очень большое. Те, кто здесь бывал, они это видели своими глазами. А, значит, примерно какая картина? То есть в Герцог-Нове это в основном бетонные пляжи. Объяснил, почему горы подходят близко, поэтому, скажем так, ни песчаной косы, ни каких-то таких более равнинных мест просто нет. Поэтому там, значит, вычищается в горах место, соответственно, выравнивается оно бетоном. И получается, как бы, бортик бассейна, к которому все привыкли. Только плавать будете в море, да, не в хлорной воде. Если спускаться дальше, то очень много галичных пляжей. А на некоторые галичные пляжи сейчас стали специально завозить песок. Ну, то есть это еще более мелкая галька, в моем понимании. То есть это не совсем вот тот речной песок, привычный россиянам. Но получается очень красиво. Белый пляж, великолепное все это разнообразие. Ну, и если, скажем, опускаться по географии ниже-вниз в сторону Ульцина, то там именно черные пески, соответственно, кварцевый черный песок. То есть получается, что здесь можно, в общем-то, найти пляжи, как бетонные, галичные, песчаные, то есть абсолютно разнообразные. Ну, и бесконечные, я бы сказал, практически бесконечное число пляжей, которые дикие. То есть это на ваш вкус, на ваш выбор. Едете по дороге, приглянулось что-то, на обочине машину оставили, пошли купаться. Вам никто не мешает, вы находитесь в своем распоряжении. Что еще? Так, ну, пока я больше других вопросов не вижу. Друзья, остается в сторис форма для вопросов. Задавайте. Следующий эфир я планирую в четверг, также в 14 часов в Москве. Возможно, за это время мы уже с кем-то успеем затеять некий диалог о переписке. Если это будет интересно, вынесу ее на общее обсуждение. Соответственно, вы можете задавать свои вопросы, свои темы интересные для вас по этой стране. в личной переписке, в форуме, то есть, как я и сказал, либо в директе, а все равно как. И до встречи. Так, ага, влюбились в Прыжно, были три раза в Черногорию. Отлично, отлично. Прыжно очень хорошее место, скажем так, ближе к элитарному. Рядом Свете Стефан, сам поселок Прыжно очень интересный, пляж Королевы. Великолепное место, прекрасный выбор, слов нет. Давайте будем двигаться в это направление, будем подбирать. Если что-то вас интересует, можем в переписке определиться, что вам интересно, ваши параметры выбора. Подготовлю какую-то подборку и сможем, понятно, пока выехать вы не сможете, я постараюсь быть на объектах, показать вам их с помощью видеотрансляции. И, в общем-то говоря, когда эта ситуация разрешится, вы будете готовы к приезду и практически понимать, что вы берете, к чему вы идете, на что вы рассчитываетесь. Согласен. Наверное, для вас это регион лучший. Только здесь, ну, сколько людей, мнений всегда на два больше. Поэтому говорить что-то я не рискну. Друзья мои, спасибо за поддержку, спасибо за участие в эфире, за вашу живую поддержку у меня. До встречи в четверг, 14 часов. Чао-чао, друзья.